На внеочередном, 65-м заседании, Совет утвердил перечень движимого и недвижимого имущества Московской области, предлагаемого к передаче в собственность городского округа Щелково. Среди них Фрязинский дом ребенка, который Минздрав принял решение реорганизовать, когда на всей территории Московской области таких учреждений всего шесть. Для того, чтобы не терять такое уникальное учреждение, где в основном дети с расстроенством, нервной системе, психике, дети, которым нужны рукопеды, детектологи, мы приняли решение и услышали совет депутатов с просьбой нам в этом помочь, оставить это учреждение за нами. Депутаты поддержали важную инициативу. Учреждение станет структурным подразделением детского сада номер 18, росинка компенсирующего вида. И уже 1 сентября откроет свои двери для тех, кто нуждается в особенном обучении и уходе. Также парламентарии утвердили передачу в собственность городского округа Щелковского кожно-венерологического диспансера и Московского областного центра крови. Эти учреждения переедут в новое здание, а на их месте построят детский сад на 540 мест. Принят ряд важных вопросов, касающихся организации внутренней работы совета и контрольно-счетной палаты. Был избран заместитель председателя совета депутатов. Им стала депутат Марина Баева. Поздравляем! Торжественным моментом заседания стало награждение общественных деятелей муниципалитета. За большой вклад в развитие городского округа Щелково отметили Веру Евтушенко, представителю полномоченного по правам человека Московской области в городском округе Щелково, и Снежану Кузнецову, председателю правления Щелковской района общественной организации помощи детям-инвалидам «Дети солнца и дождя». Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова